Здравствуйте, друзья! Сегодня 28 апреля, майские праздники Манасу. Но самое главное, у нас зацвел прекрасный медонос. Поэтому мы сегодня начинаем формировать воспиталку. Итак, одуванчик уже цветет где-то четвертый день, в течение недели выборочно, ну скажем так, что в течение недели. Поэтому уже можно уверенно начинать формировать воспиталку. У некоторых семей при осмотре уже был замечен трутовый расплод. Мы выбрали одну из хороших семей нашей пластики. Здесь еще 18 апреля была сила пчелы где-то в районе 10-11 улочек, ну как бы корпус пчелы, и 6 рамок расплода уже было на тот момент. Сейчас прошло 10 дней, те самые две недели, которые мы дали на выход пчелы из этих 6 рамок. Поэтому здесь есть в том числе и молодая пчела, летные, которые сейчас носят пыльцу и мед. Опять же таки цветет у нас козья ива. Мы сейчас берем с этой семьи пчелу на воспитании маточников. А самое главное, мы должны из нее сделать, ну скажем, в каком-то корпусе, в данном случае его нижним будет, воспиталку без маточников. Эта воспиталка будет внизу, а наверху будет, через разделительную решетку будет маточка. Поэтому мы берем с вами наверх, поднимем с маточки 3-4 рамки, маточки 3-4 рамки. А внизу оставим пчелу. Вот посмотрите сейчас на данный момент, как пчела сидит хорошо. Видите? тут пчела уже имеет, так вот сидят практически все рамки обсижены. И вот нам из них надо 3-4 рамки поднять. Небольшой осмотр. Корпус приготовлен вместе с сушью и овощиной. И начинаем поднимать. Так, возьмем с второй рамочки. Быстренько сделаем это хорошее мероприятие. Вот такая рамка расплода. Старый мед с личинкой. Мы его сейчас поскрябаем, чтобы пчелы его освоили. Старый прошлогодний мед нам не нужен. А у воспиталки это будет хороший старт. Вот так вот. Так, это будет, скажем, медово-перговая. Но пока мы ее в сторону. Время в сторону. Так, легкая и добрая. Поскрябаем ее тоже. Поскольку она уже здесь освоена, давайте мы ее здесь и оставим. Лучше не пускай она ее заливает. Так, следующая рамка. Опять расплодная. Такой пятачок. Ищем одновременно маточку. Так. Третья рамка расплодная. Интересно, что уже делают миски. Миска пустая на перге. Что здесь? А, не дочка, да? Которую я поскрябил. Что ж. Так. Хорошая миска опять. Есть у них, значит, уже к расширению позыва делают они миски. Тоже по камне ее в сторону. Это четвертая расплодная. Внизу оставим предположительно больше печатную личинку. Здесь вот засеянная хорошая рамка. Пчела уже облупилась и вышла. Вместо нее уже лежит яйцо. Оставим ее внизу. Вот. Здесь маточку найдем. Вот она вверх. Так. Здесь опять миска. Миска пустая. Ищем маточку. Яйцо. Кругом яйцо. Яйцо, яйцо. Оставляем здесь. Это будет у нас вторая рамочка расплодная. Так. Вот была овощина. Ее оттянули. Оттянули и залили. Если видно на рамку. Яйцо. Так. Ищем маточку. Так. Наверху. Назначной мне заделать нечего. Ребят, строят. Так. Ищем маточку. Маточку. Интересно, что уже вот труд. Посмотрите. Видите? Труд молодой. Видите? Гуляет. То есть лупится, труд летит. Труд не вообще хорошо мигрирует между семьями. Если они летят в другую семью, то их могут и принимать без каких-либо любой семьи. Нормально. Многое, друзья, идет пчели с огножкой. Многое идет с огножкой. Вот. Совсем большая рамочка. Суши. Отстроенная. Засеян. Видите? Нет. Как бы вот, если видно. Здесь лицо. 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 Здесь четыре расплодных. Там у нас четыре. Это восемь. Вот. Девятая рамка расплод. Многое. Оно. Возможно, придется осмотр, постарить. Прибегом. Многое, да. Это точно внизу оставляем. Так, это здесь пирга. Наверное, вот эту пирговую в качестве кормовой мы здесь оставим. Она нам нужна. Тогда вот здесь вот будет пирга. Предусмотрительно. Я возьму кормушку, пока пустая. Мы ее поставим. Потом здесь дадим сиропчик либо сыто. Еще раз пирга. 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 Здесь. Лицом. 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 Должно быть. Пока не вижу. Так. Вот перспективу здесь у нас должна быть какая-то. Третьей вот рамкой ставим сушь. Она временная. Мы ее здесь уберем. Потом будет колодец. Из этой рамки мы делаем замену на прививку. Так. Матку еще. Здесь матка должна быть с желтой меткой. Интересно то, что здесь пчелы отлично несут пиргу. Немножко все желтая. Но одуванчик. Поэтому мы могли посмотреть матку. Немножко еще. Немножко еще. Труд. Лупится. Еще раз посмотрим. Посмотрите интересно. Видите? Лупится. Трудовый расплод. Чтобы определиться на какой стороне. Трудовый расплод. Много молодой пчелы. А матка у нас действительно. могла где-то спрятаться. Вот это я ее не нахожу. Надо пересмотреть. Опять виска. Виска пустая. Так. Отставим. Еще моточку. Виска пустая. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Овощи мы поставим новыми рамками, тем самым Мы делаем обновление Делаем обновление Мы дали три овощинки, несколько отстроенные Одна суш стоит после кормушки, третьей рамкой Кормовая, медово-перковая Потом гнездовая суш, гнездовая суш, гнездовая суш И кормовая с неким расплодом Мы здесь уберем, потом эту суш поднимем наверх Для того, чтобы дальше были какие-то работы Мы возьмем Кормим Теперь ключевой момент Мы ставим Мы ставим Мы ставим вот такие сетки Для чего это делается? Во-первых, мы разделяем пчелу между корпусами Чтобы у нас было действительно осиротение Ложим холстик Можно, чтобы положить свое Главным образом здесь оставляем Я брусочек положу на всякий случай Чтобы не было соприсновения Расстояние где-то около 2-3 сантиметра И тепло снизу поднималось на верхний корпус Тем самым для верхней пчелы не будет очень холодно И теперь мы в данный корпус Делаем ее в ближний вток И поставим верхний корпус ледком в сторону Так, друзья Здесь 1, 2, 3, 4 расходных В том числе наточка И стоит кормовая хорошая А для того, чтобы это все дело росло и пахло Мы возьмем и притискаем от кормовой к пергу И ставим сушку Чтобы пчелы могли работать Будет тепло дополнительное Будем больше загружать на перспективу Здесь матка В нижнем корпусе у нас Теперь осиротение Через сутки мы можем туда дать Уже хорошую прививку Большую не будем У маточников может быть 10-20 Ни в коем случае больше Потому что все зависит от молодой пчелы Которая вылупилась в этом месяце Способная кормить и заливать Ну, в мясо у нас уже постимулировано Есть яйцо Есть яйцо, которое уже будет Стимулировать молодую пчелу На заливку молочком Отсюда вернется вся летная пчела В нижний корпус Останется только молодая Молодая с маткой Проблема там не будет Новая пчела облетится к этому летку И будет кормить уже как новую семью Далее, когда мы закончим с воспиталкой И получим свои маточники Возможно, один или два раза мы дадим Воспиталку И где-то, может быть, в течение Трех-четырех недель Мы опять их можем просто Без сетки объединить И тем самым получим Опять большой корпус пчелы К тому нижнему, который мы уже сейчас Делали с сиротами Вот как-то так Все, работы завершены Воспиталку мы сформировали И будем ждать завтра хорошей погоды Чтобы отобрать личинку И дать на воспитание Своей новой миской на маточнике Вот таким образом Такая у нас получилась пирамидка Пчелы летят Мы их поделили Лед сразу снизился Отсюда пчела уйдет Нижний лед так будет присутствовать Они найдут друг друга И будет уже проще Ну, как-то так Все Все, друзья мои, спасибо Улетела пирамидка Улетела пирамидка Внизу сетки Ставим рамочку Для того, чтобы они обрезали Вот такие вот Будущие прививки Мы сделали мисочки Вот такие вот мисочки Вот на одну полночку Есть вот такая вот И внутренне поворотная Чтобы можно было удобно делать прививку Вот такие вот, значит, варианты Есть у нас Вот жестко уже привязанная Маточник стоит на определенном состоянии То есть вдруг нам пришлось успехать Колпачками маточники После того, как они их воспитают И здесь ставим маточник Закрываем Колпачком Вот такой вот Сейчас мы их вскроем Кормовая Вот так они сидят Вот она Создавая И вот здесь Сейчас мы в центр Поставим одну рамочку Которую потом Привьем Такой вариант Чтобы привить Тут всего 30 мисок Скажем так 100 примут Пускаем Какой-то уколоется И закрываем Раскакивающее Здесь у нас что Еще раз посмотрим Кормовая Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Семь рамок Из них одна прививка Закрываем Еще раз Кобачок Кобачок Семь рамок Куку К Kh